Протестую! Ну, мы не понимаем мотивов Ини до сих пор, ну, кроме сестры ее в основном, но она все равно странна очень, и Ауту Морган все очевидно, теперь мы должны будем все это доказать в суде, и, кстати, мы даже взломали психологические замки Ини, что мы заставили ее признаться, ну, точнее, раскрыть подробности аварии, которая, кстати, она тоже была в аварии, она попала также в аварии вместе с сестрой, но Мими не выжила, А Ини выжила, да еще и мы Имию раскололи, можно так сказать, ну, в общем, погнали, все сейчас будет в суде против французской фанкармы Слушай, Ник, да? А ты знал, что дочке фанкармы всего 18, как и мне? Ну, я, ну, я видел ее материал, а мне 18 лет Эээ, да, а что? Просто тут подумала, она такая сильная, жила одна в Германии, и в итоге как повзрослела Ага, уверенно, она чувствовала огромное давление из-за препутации отца А теперь взгляни на меня, и, ну, да, я дочь мастера, но при этом так и осталась маленькой девчонкой Ну, ты совершеннолетняя уже И причаду меня, и придачу меня судят по делу об убийстве Майя, я считаю, ты тоже сильная, через что тебе только не пришлось пройти Доброе утро, вижу у вас хорошее настроение, это хорошо, я рада за вас О, с добрым утром, Пёрлс Мистик Майя, сегодня вам повезло Ага, что ты имеешь ввиду? Моя матушка придет вас поддержать Сомневаюсь, сомневаюсь Она скорее будет пытаться ее усадить, скорее вот, усадить за решетку Да? Да, отлично, Пёрлс Слушай, Пёрлс Что такое, мистер Ник? Можешь мне оказать небольшую услугу? Не могла бы ты снова призывать Мию? А? Ну, я же хотела посмотреть на суд Прошу тебя, это очень важно, без нее я чувствую себя неуверенно Мистер Ник, прекратите Вам нельзя показывать слабость перед тем, кого любите Господи, она про это вспомнила Я думал, мы на первом расследовании забыли об этом Пёрлс, не начинай Пожалуйста, сможешь сделать это ради нас Ну, хорошо, я призову ее, ради Мистик Майя Тогда оставляю вас двоих наедине, увидимся позже Хвала небесам Ник Так, так, Пёрлс, не увидят сегодняшнее заседание Что ты имеешь ввиду? Что еще происходит? Ну, а как мы будем обвинять еще и ее тетю? Ммм, умно Феникс поступил Ладно, здесь 0-0, зал суда номер 2 Ну все, Феникс Райд против Франциски Фон Кармы, погнали Заседание по делу Мисс Майфе объявляется открытым Страна защиты готова, Ваша честь Давайте скорее начинать Мистер Феникс Райд, не забудьте включить вечерние новости Ведь ваше поражение будет транслироваться по всему миру По всему миру, значит? Похоже, ты заработал себе неплохую репутацию Не глупи, глупая глупышка в глупой одежде Эй, не спорьте, девочки Девочки, не ссорьтесь, давайте жить дружно Знаменито здесь я Гене, который не прыгал ни одного дела за 5 лет С хлыстом! Очевидно, весь мир смотрит на меня И мое первое судебное свидание в этой стране Хм, ага, как мило, Мисс Фон Карма Приятно видеть, что вы в таком хорошем расположении духа, Мисс Фэй Ох, а ведь правду говорят Страшные женщины, когда спорят Ладно Итак, в моей вчерашнейшем заседании Была выдумана довольно интересная теория Теория того, что подсудимая могла покинуть зал для призыва, верно? Да И данная улика тому доказательство Единственное ключ, которое можно отпереть зал до призыва, пропало оттуда Ваша честь, перед началом мне бы хотелось кое-что сказать Хорошо, мы вас слушаем Страна виния не установила, что в какой-то момент после убийства доктора Скельпа Подсудимая действительно покинула зал Что? Она это при... ну... Ну, конечно, она признается в этом, но мне кажется, это ради другого чё-то Ну, Мисс Фон Карма Тогда как вы объясните данную фотографию? Вы хотите сказать, что она незапечатленная неподсудимая? Разве сказала, что это неподсудимая? Тогда что вы хотите? Я сказала только то, что после убийства Майя Фэй покинула зал И именно тогда, как я считаю, она обронила ключ Вы можете подкрепить своё обвинение? А для чего ещё требуются прокуроры? Страна обвинения желает вызвать тётю подсудимой, Морган Фэй Что следовало ожидать, тётушка Морган? Бедное мнение Видно, что я нелегко Здорово, Морган Допрашиваем тебя Свидетель, имею род занятий Меня зовут Морган Фэй Я духовный медиум в каком-то смысле Прошу прощения, но что значит в каком-то смысле? Думаю, никого это не интересует После убийства вы не сводите глаз подсудимой, верно? Не сводили глаз подсудимой, верно? Да, всё так и было Сначала я применила технику отделения духа на мистик Майя Технику отделения духа? Эта техника позволяет отделить духа, тело и отправить его в иной мир И... Да, и... Ай! Вы, сидите смирно Итак, свидетель Во время попытки отделить духа от тела Произошло нечто неожиданное, я права? Да Да, всё верно Что вообще могло произойти? Мистик Майя сбежала из зала Что? Вот мы и подошли к сути Майя Фэй сбежала из зала сюда для призыва духа в состоянии одержимости Что это такое? Тишина, тишина, тишина Мисс Фэй, прошу расскажите суть о том, что случилось в тот день Я сделаю всё возможное, Ваша честь Похоже, кое-кто решил сложить нам жизнь Господи, она сейчас несёт какую-то чушь Ладно, показания отслушаем от... Морган После того, как мы услышали выстрелы, двое гостей ворвались в зал Я попросила мистер Райт и ту мадам позвонить в полицию Мистик Майя стояла в оцепении с оружием в руках Затем она неожиданно толкнула меня в сторону и сбежала Она ударила меня по шее И я потеряла сознание на некоторое время Боюсь, мне неведомо, куда она направилась Чё, она молчала всё это время? Почему вы рассказали об этом только сейчас? Я... я просто не хотела причинить ещё больше неприятностей мистик Майя Однако я обязана исправлять все ошибки, если они возникают Всё верно, она просто исправляет ошибки, мистер Феникс Райт Ну зачем она так делает? Чтобы достать меня? Впрочем, не важно Мистер Райт, ваш прекрасный допрос, пожалуйста Моя тётушка очень умная и хитрая женщина На эти брешки в показаниях будет нелегко Но я пока что не нашёл, я бы заметил что-нибудь Но пока ничего Видать, будем просто допрашивать Постой, как мы услышали выстрел, двое гостей ворвались в зал Стоп! Вы только что упомянули двух гостей, скажите, о ком шла речь? Я говорил об иностранной мадаме, о вас, уважаемый Ээээээ, но Лотта не иностранка, пусть и речи у неё странно Ой, правда? Тогда прошу прощения Её внешний вид и отвратительный говор запутали меня Я уж представляю, как люди из глубинки готовятся к бунту Сейчас бунт поднимут Во всяком случае я уже выслал на счёт за ремонт ваш офис Всё ещё спасибо О, спасибо Ммм, мисс Вэй, что бы сделали потом? Спасибо, нам еще и счет присылало. И попросила мистер Райта и ту мадам позаив в полицию. Стоп! Неужели одному человеку сложно было дозвониться в полицию? Кто-то из нас должен был остаться на случай побега. Ммм, вы правы, верно подмечено. Если честно, даже я в тот момент была обескуражена происходящим. К тому же еще... Еще что, мадам? О, это не важно. Не беспокойтесь. Я бы хотел услышать ее до конца. Ну-ка. Была ведь еще одна причина, по которой вы хотели, чтобы мы вышли из зала, да? Говорите, зачем вы прогнали нас из зала? Я просто не хотела лишних жертв. Я подумала... Жизнь молодого человека и девушки с камерой может быть в опасности. Да кому ты врешь, реально? Хотя, не знаю, у нее вроде был пистолет, но ее можно было понять. Довольно благородно с вашей стороны, мисс Вэй. Черт, теперь люди будут думать хорошо о ней и плохо о нас. Похоже, она застала нас врасплох. Вот такая у меня тетушка. Мистер Райт, вы довольны? Мисс Вэй, прошу вас, продолжайте. Спасибо, судья. Мистик Майя стрела в оцепении с оружием в руках. Стоп! Несколько дней назад вы заявили, что нанесли мой подзащитный удар по голове, чтобы она потирала сознание. Это правда? Боюсь, что нет. Я солголаву. А? Но зачем? Мне больно об этом говорить, но... Протестую! Светель согла, чтобы прикрыть подсудимую. Она пыталась прикрыть Майю? Ну-ка. Так, значит, вы прикрывали подсудимую? Верно. И только потом я узнал о происходящем. Мне сообщили, что Мистик Майя совершила нечто очень неожиданное. Неожиданное? Скажите, пожалуйста, что она... А! Светель не видела и не могла увидеть случившегося. Если вам действительно нужно знать об этом нечто неожиданном, пресса подождать. Да, хорошо. И почему у меня... Почему у меня... Сосет под ложечкой. Чего? Это что за выражение? Итак, Светель, продолжайте. Не понял последнее выражение. Феникс, окей. Затем она неожиданно оттолкнула меня в сторону и сбежала. Стоп! Неужели от вас так просто сбежать? Хе-хе-хе, это смешно. Мне стыдно это признавать, однако да. Но вы же больше и сильнее моей подзащитной. У нее бы не получилось так просто сбежать от вас. Протестую! Неужели вы уже забыли, мистер Феникс Райт? Вам еще раз, вам еще раз показать тот снимок? Помните, физически это была не Майя фейк. Черт! Старс не в радость. Кому как мне мне это знать? Да ты бессмертный! Насколько я знаю, ты вообще в каждой игре появляешься. Даже в Spirit of Justice. Если что, это шестая часть. А там вроде бы... Хронология... Если 7 лет, что добавить. Если 7 лет, то... Да он бессмертный, реально. В общем, в теле мистик Майи все еще находился дух медсестры, которую она призвала. Но если она сбежала, вы должны были побежать за ней, разве нет? Ну да, должна была. Однако... Давай. Она ударила меня по шее, и я потерял сознание некоторое время. Стоп! Вы потеряли сознание? У меня закружилась голова, и затем я повалилась на пол. Как долго вы лежали без сознания? Я... Я не уверена. Минут 10, как мне показалось. Хм... И подсудимая, наверное, какого-то сбежала. Довольны? Светя, с этого момента поподробнее. Господи, я ничего найти не могу. Боюсь, я не ведома, куда она направилась. Стоп! Это потому, что вы лежали без сознания? Ну да. Отлично. И что теперь? Да давим! Итак, вы лежали без сознания, и поэтому не знаете, куда убежала моя подзащитная. Мне кажется, это логично, уважаемый. Раз так. Откуда вы вообще знаете, что она покинула зал? Раз уж упомянули об этом, теперь мне стало интересно. Верно. Этот свидетель никак не могла знать, что подсудимая покинула зал. Но ключевое слово, этот свидетель. Что вы имеете в виду? Это значит, что в ее руках... В крови припятен еще один туз. Вот и все. Похоже, мисс Фан Карма готовится вызвать следующего свидетеля. И этот свидетель и не Майни, да? Довольно. Я не обнаружил противоречий в показаниях свидетеля. Так и вам не надо искать противоречий, это я должен искать. Похоже, моя Фэй действительно покидала зал. Надеюсь, нам потом это не аукнется. А сейчас предлагаю подступить разумно и задать следующим вопросом. Куда направилась подсудимая после побега? Да, верно. Каким... О! Кому сказано сидеть смирно? Итак, после этого беглянки... После этого беглянки необходимо было поговорить с одной личностью. Она... Она собиралась поговорить с кем-то? А где... Но с кем? Страна Винни вызывает мисс Инни Майни, которая... Которая в это время спала в боковой комнате. Инни Майни? Думаю, ты уже понимаешь, к чему все ведет. А вот ты, Инни. Ну все, пора ее давить. Свидетель, ваше имя и род занятий. Эээ, ладненько, значит меня зовут типа Инни Майни. Я типа изучаю парапсихологию в колледже. Парапсихологию? Что это значит? Эээ, дайте подумать. Кажется, многие зовут это оккультизмом. К сожалению, я все еще не понимаю. Да почему вам не пойти домой и не изучить данный вопрос? Эээ, так точно, мэмо. Итак, мисс Майни. После убийства вы говорили с подсудимой Майей Фэй. Это так? Эээ, ну... Типа, наверное... В таком случае мы бы хотели выслушать ваши показания. Вы же не против, ваша честь? Так точно, мэм. Ваша честь, ради всего святого, хотя бы разок, проявите характер ради меня. Ну, боюсь, прокурору большое влияние, видать. Это не... не... не Винстон Пейн, которого судья может мучить. Ладно, показания. Ну типа, когда начался ритуал, я типа спала в боковой комнате. Ну и типа, через какое-то время ко мне типа, кто-то подошел. Это была, типа, моя сестренка. Я, типа, так долго ее не видела. Я, типа, обрадовалась и расстроилась одновременно. Сестренка, типа, рассказала мне кое-что ужасное. Ого-го, нифига себе. Придержите-ка коней, юная леди. Вы только сказали, что в комнату вошла ваша сестра. Ой, господи. Так, я выдохся, все. Это что, подсудимый Май Фэй? Чем вы слушали, Ваша честь? В это время в теле Май Фэй все еще сидел призванный дух. Вы хотите сказать, что Май Фэй призвала дух сестры-свидетеля? Именно, это был дух Мими Майни, дух медсестры из клиники доктора Скельпа. О, что ж это? Свидетель. Типа, да? Во время удачи показаний вы упомянули нечто ужасное. Не могли бы вы просить, что именно рассказала ваша сестра. Уверена, мы будем рады услышать об этом. Ну, типа, мне, типа, правда нужно об этом рассказывать? Безусловно. Мисс Майни, прошу вас. Моя сестренка, типа, вот что она рассказала. Опять музыка грустная. Это был, это был не несчастный случай. Мне подсыпали снотворное. Опять эта авария. Грустная ситуация, на самом деле. Этот человек убил меня. Саня, интересно, как бы, как она выглядела на версии на геймбое? Просто сейчас это же ремастер. Вот почему я отомстила. Все по-честному. Верно? Ильни. Она отомстила? Вы уверены, что именно это она-то сказала? Да. Ну вот, довольна ваша честь. Мне все еще трудно в это поверить. Как это возможно, чтобы дух воспользовался медиумом и отомстил? Понимаю, это довольно трудно. Однако, все улики и показания говорят, что это правда. Конец. Нет, не конец еще. Мистер Альт, что вы на это скажете? Похоже, что все ниточки на кайф скрепились воедино. Эти? Эти показания, это все выдумка, да? Одна большая ложь. Ну, конечно, Феникс. Мия, Мия, что ты имеешь в виду? Она хорошо продумана, но не более. Даже идеально продуманную ложь можно раскрыть. Феникс, мы справимся. Давай найдем эту самую ниточку и распутаем эту глубокую лжи. Ваша честь, страна защиты желает допросить свидетеля, потому что у нас есть вопросы. Мы считаем, что перекосный допрос может нам достичь истины в данном деле. И вновь глупый глупец несет все более глупые глупости. Интересно, сможет ли вы еще сильнее нас развлечь? Ну, это забавляет. Именно это сейчас ее и губит. Ладно. Я не знаю. Давайте пока посмотрим. Я, типа, так долго ее не увидела, я, типа, вот это... Так, ну, рассказал что-то ужасное, я не собираюсь, потому что иначе она обратно нам расскажет всю эту грустную историю. Ладно. Я, типа, так долго ее не видел, я, типа, обрадовалась и расстроилась одновременно. Стоп! Вы обрадовались и расстроились одновременно? Ага. Типа, это же была моя сестренка. Но многие бы удивились на вашем месте, если бы увидели живым давно почившего родственника. Почившего? Может, погибшего? Почившего? Может, я не знаю, я просто зачем это слово? Ладно, неважно. Ну, я бы, типа, удивилась, если бы не знала об оккультизме. Но мне, типа, известно о курейнской... о курейновской технике призыва. Смысл в том, что я здесь сразу же узнала о том, что... о том человеке свою сестру. Да, типа, все верно. Хм, стоит ли продолжать давить? Да. Значит, эта неожиданная встреча вас совсем не смутила? Не. Типа, а почему она должна была, типа, смутить? Но ведь... Ой! Не давите на нее! Знаете, в каких ситуациях обычно кричат прот... Знаете, в таких ситуациях обычно кричат протестую? Не могли бы вы иногда так делать? Мистер Райт! Вы спросили, что чувствовал свидетель в районе встречи с сестрой. Неужели действительно так важно? Да. Это очень важно. Хотя, по правде говоря, сам не понимаю, почему. Но сейчас мне нужно блефовать и делать вид, что у меня все схвачено. Хорошо, мистер Райт. Мисс Майни, будь любезна, дополни показания. Ну, типа, ладненько. Я, типа, совсем не против. Давай-ка. Мне вообще, типа, не было страшно. И с одеждой, типа, было все норм. Ого! А вот это вот... А вот это уже интересно. С одеждой, типа, было все норм. Одежда Майя же. Протестую! Мисс Майни, должен признать, это была хорошо продуманная ложь. Мистер Феникс Райт? Что вы в очередной раз несете? Она хорошо продумана. Но не более. Теперь крыльешь мои слова? Да, имею полное право. Я же здесь все-таки главный адвокат. Ты помощница, Мия. Мисс Майни, позвольте мне напомнить. Вы сказали, что не заметили ничего странного в внешнем виде вашей сестры. Ну, типа, да, и... Но это невозможно. Взгляните на данную фотографию. Кровь же. Ну, и запечатлена та самая сестра, которая к вам пришла. Думаю, даже вы бы удивились перед этим к вам человек в таком виде. Кровь? Мисс Майни, почему во время удачи показаний вы не упомянули кровь? Если бы вы говорили правду, то упомянули бы ее первым делом. Угу. Все, давай, рассказывай реально. По-другому никак. Тишина, тишина. Мисс Майни, что все это значит? Мисс Майни! Я думаю, не отвлекайтесь. Это... С чего вдруг вы начали запинаться, ваше честь? Ну, я... С... Свидетель, ее как будто подменили. Такое случается со многими людьми, когда они стоят нами в свидетелях. Свидетель, во-первых, успокойтесь. Типа, прошу прощения, я типа не знаю, что на меня нашло. Хорошо, а теперь попрошу вас поторопиться сдачей показаний. Будьте добры. Да, судья все еще в легком шоке, маловато толку от него будет. Ладно. Ох... 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 Полностью спи... Слина с ним. Я типа убедилась сестренку, что так поступать нехорошо. А затем я типа привела ее в зал для призыва. Вот мне интересно последнее, потому что... Знаки. Одно я знаю точно. Я уверен, она сейчас собрала. Ну, точнее... О, господи, зачем я тексты пропускаю? Правда, типа спасибо тебе. Теперь-то вы довольны, мистер Райт? Что ж, видимо нет. Ну хорошо, вы можете допросить свидетеля. Я пропустил некоторые тексты. Блин, из-за того, что я уже привык реально нажимать. Ладно, так. Меня смутила последняя фраза. Я хочу именно спросить поподробнее. Потому что... Если она... Через террасу шла, то она должна была заметить Пёрл Фэй. Если она скажет, что не заметила, то да, она все попалась. А затем я... Типа привела ее в зал для призыва. Стоп! К тому моменту ваша сестра уже успокоилась. Кажется, да. Возможно, после убийства доктора Скельпа она, типа... Почувствовала себя лучше. Я тоже буду рада почувствовать себя лучше, мистер Феникс Райт. И чем скорее, тем лучше. Угу, и сказала она с кнутом наготове. И типа, мисс Морган была одна в зале для призыва. Вот засады не могу найти и малейший бриш. Феникс, судья полностью верит ее показаниям. Если ты не найдешь хоть какое-то противоречие... Дело будет закрыто. Знаю, знаю. Мы должны попробовать еще раз. Нельзя задаваться, даже если она призыва услышать ее много раз. Ладно... Так... Я не знаю даже, на что я ее могу надавить. Реально. Ладно, стоп. Неужели? Как по мне, в ней довольно светло. Протестую! Суд не нуждается в вашей субъективной оценке. Типа, да? Прошу прощения, но где моя оценка субъективной оценки, мисс Майни? Как же вы безнадежны. Судяйте, не обращайте внимания на этого дурачка. Типа, ладненько. Ох, задыхаюсь. Заберите меня отсюда. Меня давят. Да и сам костюм был типа фиолетовым, верно? Крупоуса слила с ним. Стоп! Вы не заметили кровь? Ну типа да. А как же оружие? Она должна была держать его. Это... А сейчас вы скажете, что и оружие не заметили? Я типа его не заметила. Я типа смотрела только на её лицо. Продолжайте. Понятно. Я типа убедилась в том, что так поступать нехорошо. Стоп! И как ваша сестра, мисс Мимимайни, выглядела в тот момент? Ну она типа была сама не своя после того, как типа застрелила доктора Скельпа. Но мне кажется, она всё поняла. Она же типа сказала, что сделала нечто ужасное. И типа сказала, что хочет пойти со мной и типа извиниться перед мисс Морган. Неужели дух Мимими действительно такое сказал? Типа да. Мисс Майни, я могу задать ещё один вопрос? Типа конечно. А вы не заметили ли чего-то странного? Необычного или из-за ряда вон выходящего? Что? Вон выходящего? А когда я типа должна была заметить? Когда... Когда вы... Шли на место преступления. Да, вот. Это же именно то, к чему я хотел придраться. Разумеется, когда вы шли в зал для призыва. Типа нет, ничего не заметила. Она как-то слишком быстро ответила. И что теперь? Ну-ка. Подумайте хорошенько. Я уверен, у вас получится вспомнить. Ну типа у меня не получается. Этого недостаточно. Вы должны быть откровенны судом. Мистер Райт, вы действительно считаете будто то, что могла заметить Мисс Майни по пути в зал? Так важно для нашего дела? Конечно. Я спрашиваю, потому что это крайне важно. Правда, я пока не знаю почему. Да Феникс не дуби. Ну хорошо. Мисс Майни, если вы не загруднит, отразите это ваше показание. Типа я не про... Я не понимаю зачем, но типа ладненько. Давай, вперед. Я типа никого не заметила, пока шла в зал для призыва. О, все. Так. Где Перл Фэй? Да, Перл Фэй. Протестую! Вы говорите, что никого не видели, когда вы шли в зал. Однако это невозможно. Типа как это? Мне бы хотелось вас познакомить кое с кем. Это Перл Фэй, дочь Морган Фэй. Интересно, вы выглядите так, будто у вас в голове родилась умная мысль. Ну и как этот ребенок связан с нашим делом? Так уж получилось, что во время убийства Перл играла в саду. В саду? Именно. А из-за чего-то любой проходящий по террасе заметил бы ее. Ну, мисс Майни, что вы на это скажете? А, о, страшная рожа. Протестую! Как суд может заметить, у светили ветер гуляет в голове. Кроме того, она вела в зал свою сестру. Вы и правда думаете, что она обратила бы внимание на какого-то ребенка? Абсурд. Протестую! Это и близко не абсурд, и я это докажу. Что за глупый... Вот почему человек, проходящий по террасе, обязательно заметил бы... Заметил бы Перл. Так. Где урна? Вот! Данная урна, мое доказательство. Это треснувший глиняный горшок? И что он нам докажет? А знаете, почему треснувший? Потому что эту урну разбила Перл. Оно разбило урну? А! Почему? Почему мне кажется, будто вы собираетесь испортить мне прекрасный день? Эта урна разбилась... Разбилась примерно в то же время, когда начался ритуал призыва духа. А? Перл пришлось склеивать эту урну по кусочкам. Сидя посреди террасы! Чего? Я пробил брешь! Мисс Майни! В это время Перл сидела на террасе. Как я уже сказал, она у себя насклеила кусочки урна. Если вы не увидели ее по пути в зал, то боюсь, у вас проблемы со зрением. Ха-ха! Проблемы со зрением? Мне кажется, я где-то уже видел это. Р-р-р! Мисс Майни, кажется, мне удалось кое-что доказать. То, что вы профессиональная лгунья! А-а-а! Мистер Райт, следи за своим языком! За языком стоит проследить свидетелю, а не мне. Итак, мисс Майни, расскажите нам правду. А-а-а! О чем? О чем? О том, где вы были во время преступления на самом деле. Протестую! Свидетель только что вам об этом рассказала. Да, точняк! Я типа спал о боковой комнате. Можно ли ей верить? Точно ли я спал о боковой комнате? Нет. Вашей лжи наступит конец здесь и сейчас. Что вы? Свидетель заявляет, что во время убийства она спала о боковой комнате. Я же считаю, что это невозможно. Ведь тогда возникает очевидное противоречие. Противоречие? Где вы нашли противоречие? Мия, помоги в словах свидетеля. Вот. А-а-а! Давай! Ну, где я реально... Погодите-ка. Ну, у меня в уликах и нету. Ей помогать не будем. Ладно, свидетель. Мисс Мэнни, чуть ранее вы сказали следующее. И типа, мисс Морган была одна в зале для призыва. Это правда. В то время нас в мисс Харте там не было. А, так вот это... А, я и не знал. Я не забыл про это. Ведь мы ушли, чтобы вызвать полицию. Ну и... Типа, что это должно значить? Все очень просто. Мисс Майни, откуда вы вообще знаете, что нас там не было? А-а-откуда? Признаю, в тот момент в зале находилась только мисс Фэй. Однако, откуда человек, который в это время спал в боковой комнате, знает об этом? А, значит, мисс Майни, вы были в зале для призыва. Но попали туда, не через террасу. А-а-а! Ну все, начито, что она лжет. Все. Но, по сути, впал на особняка. Если кому-то она попасть в зале для призыва из боковой комнаты, и убьется против по террасе. Да, именно так, Ваша честь. И поэтому... Поэтому возникает следующий важный вопрос. Где же была свидетель во время убийства? Мисс Майни, пожалуйста, ответьте на него! Протестую! Будьте добры не задавать вопросы на основании неподкрепленных предположений. А? Хорошо, мистер Феникс Райт, раз вы начали задавать такие вопросы... Да почему бы вам самому не ответить? Где была свидетель во время убийства? Феникс, это твой шанс. Верно. Только и не Майни могла убить доктора Скельпа. И тебе пришло время это доказать. Итак, мистер Райт, мы готовы выслушать ваш ответ. Где находилась свидетель во время убийства? Ну, естественно, в зале призыва духов. В ящике, за ширмой. Вот! Очевидно, что мисс... Мисс Майни находилась здесь. Что? Но это же... Зал для призыва! Раз это не мест преступления? Именно. Мисс Майни находилась на месте преступления. Тишина, тишина, тишина! Это... Это же... О! Мистер Феникс Райт, вы совсем спятили? Во время вчерашнего задания мы установили, что во время ритуала в зале находились только погибшие и подсудимые. Да-да, именно! Мисс Райт, будьте добры, объясните это! С радостью! Мисс Инима не спряталась на месте преступления. Я... Я спряталась? Типа... Где... Где типа я спряталась? Ну, за ширмой. Вот! Вот здесь, разумеется. За ширмой? А! Не заставляйте меня повторять! Вспомните вчерашнее заседание! Из-за этого ваши... Из-за этого ваши... Ваши шины ступовато не спрятаться! Вот-вот, чертов, ты кретин! Качай уже... Вешает это убийство на меня, а ты слезняк! Тише, тише, мисс Майни! Такая молодая девушка, не может представить себе такое! Заткнись, старикашка, ты откуда вообще узнаешь мой возраст? Простите? Кажется, ситуация накаляется. Думаю, прошло время подкинуть дровишек. Ого-го, она так изменилась! Светель спряталась за ширмой с помощью... Вот! Ящика! Мисс Майни, вам легко удалось спрятаться на месте преступления. Ведь вы были в этом ящике! А-а-а! В этом крохотном ящике! В нем же мало места, человек в него и не влезет! К вашему сожалению, эту теорию уже опровергли. Благодаря лотте, которая опряталась от меня. Ммм! Протестую! Но ведь этот ящик стоял в боковой комнате, разве нет? А из-за того, что она никак не связана с убийством! Точно! Я сплава в той комнате, мне лучше знать! Этот ящик все время стоял в боковой комнате! Ммм! Мистер Райт! Вы можете доказать, где находился этот ящик во время убийства? Да! Этот же ящик! Сейчас я предъявлю улику, которая докажет, что этот ящик для одежды находился на месте преступления. Ну так, пулевое отверстие. Вот! Зверьте на этот ящик для одежды! Ты такой тупой! Как будто бы это старе... Как будто это старе что докажет! Это откуда? О! У меня времени нет наблюдать за вашим удивленным лицом! Скажите, наконец, что вы увидели! У меня дыра! В 20 сантиметрах от уровня земли! Хм! Дыра, которая находится в 20 сантиметрах от уровня земли? Где же мы уже это слышали? Ширма! Дыра на ней расположена на той же высоте! В трочку! Надеюсь, теперь вам все ясно! В момент стрельбы этот ящик стоял за ширмой! Именно поэтому пуля от револьвера одновременно попала и в ящик, и в ширму! Сначала она прошла сквозь ширму, а затем сквозь ящик! Ну? Мисс Майни, вы спрятались за ширмой и выжили идеальный момент! Именно момент, чтобы убить доктора Скельпа! А-а-а-а! Тишина-тишина! Тишина! Сайлс, вы хотите сказать, что протестую? Тогда, мистер Феникс Райт, а насчет данной фотографии? Вы хотите сказать, что мне запечатлена Мисс Яни Майни? Именно это я и хочу сказать. Мисс Ини Майни все это время вы прятались в ящике для одежды. Кроме того, вы надели одежду медиума, чтобы выдать себя за Майя Фэй. Выдать себя за Майя Фэй? Она планировала до самого начала. Первым делом убить доктора Скельпа, а затем подставить мою подзащитную. Нет, нет, хватит. Я больше не могу терпеть эти глупости. Раз так, мистер Феникс Райт, тогда у меня есть предложение. Вы предполагаете, что свидетель перенесла ящик в зал для призыва, притворилась в отзыве, убила жертву, а затем покинула место преступления? И что? Тебя что-то не устраивает, в моем предположении? Но все это невозможно провернуть в одиночку. Да. Все верно. В одиночку это провернуть невозможно. Ой! Вам еще раз напомнить, глупцам нет пощады. Постойте. Мисс Фонкарма, вы сказали, что это невозможно провернуть в одиночку. Верно. Вы же не серьезно? Мисс Майни, у вас был сообщник. Морган Фей. Вот! Это женщина. Без помощи жителя деревни Курейн, вам и не удалось достать одежду медиума. И без помощи представителя семьи Фея, вы его не смогли воспользоваться этим ящиком. Морган Фей? Разве ты не та милая леди, которая первой выступила в качестве свидетеля? Мисс Майни, что вы на это скажете? У меня сейчас все разорвется. Именно вы застрелили доктора Скеллипа своими собственными руками. Или вы это отрицаете? Ну все, ты спалилась. Думаю, вот что произошло на самом деле. Убийца заранее спряталась на месте преступления. Благодаря костюму медиума и парику, она стала похожа на мою подзащитную. А потом начался ритуал призыва. Убийца незаветно подкралась к доктору и Майи Феи, пока у них были закрыты глаза. Первым делом она уступила мою подзащитную сильным средством. А затем убийца вонзила нож в доктора Скеллипа. После этого она спрятала Майи Феи в ящик для одежды. И все для того, чтобы занять место подзащитной и подставить ее. Но произошло нечто неожиданное. Кстати, не удивляйтесь тому, что я не удивлен. По поводу того, как это все произошло. Я это еще вроде в предыдущих сериях объяснял. Я это вроде уже предполагал, что такое возможно, поэтому я не удивлен. Неожиданно? Именно. Выстрел. Как оказалось, доктор Скеллип не умер. И с последней силой выстрела в преступницу. Вот почему дыра в ширине находилась так близко к земле. Убийца выхватила револьвер из руки доктора Скеллипа, а затем второй выстрел. После этого выстрел с женщиной решили ворваться в зал. Именно. Слышать выстрелы, мягко говоря, неожиданно в таких краях. Именно поэтому мы выбили дверь в зал. Мисс Майни, она сразу же покрыла свой костюм кровью. И выдался за Майя Фэй. Но такую подмену легко распознать. Именно поэтому мисс Морган Фэй выгнала нас из зала. Я в эту ситуацию под контроль. Бегите наружу и вызовите полицию. Быстрее, пока шерф не стало больше. Что тут сказать? Вот что произошло на самом деле. Ух, мы выиграли это дело, что ли. Мра. Ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Кто это смеется в такой момент? Ой! Ну вы простодушные глупцы. Прошу прощения, но вы... Но вы случаем не странали задержкой? Что на этот раз? Мисс Фон Карм. Разумеется. Разумеется, это была и я. Вы продумаете, что Фон Карма способна проиграть подобной чепухе? Да как так-то? Мистер Феникс Рай. В вашей теории имеется довольно важный изъян. И какой же? Давайте подумаем. Мотив? Блин, мотив! А наше ставлю ставку, что мотив. Не зверите ли, правда, убийца? Зачем ей приходить... Зачем ей проходить через всё это? А? Работать заодно с медиумом? Притворяться кем-то? Подстроить всё именно так? Зачем ей идти на такое? Ну и... Да, да, всё верно. Я как раз собиралась спросить про это. А ещё кое-что. Зачем мне за внимание вообще убивать доктора Скельпа? Какой у неё мотив? Ну из-за сестры же. Точно, я и про это собиралась спросить. Всё верно, мотив. У меня не было никакого мотива. Эээ, мотив? Ну, не могу же рассказать, что его не было. Думай, голова, думай. Зачем же ей понадобился убивать доктора Скельпа? Вы убили доктора Скельпа ради... Ну, сестры. Вот! Ха! Так и думала. Вы уже наскучились своими глупыми ответами, Феникс Райт. Прекрасно теперь, Джажана. Блин, вы правда думаете, что я затеял это ради того, что это отомстить за смерть моей сестры? Да. Потому что вы и сами тяжело пострадали в той аварии. Не тупите. Никто так и не доказал, что это именно доктор Скельпа сыпал снотвор на моей сестре. Или вы хотите сказать, что я слепо поддалась слухом и решил отомстить ему? Что вы имеете в виду? Да я, да я, да я какой-то такой старикашка. Я, типа, всё объясню, только выслужите меня, хладненько. Прошло уже больше полугода с тех пор, как меня выписали из больницы. Если бы мне, типа, захотелось отомстить, то я бы, типа, не стала так долго ждать. Да и, типа, до этой идеи с духом додумался, типа, сам доктор Скельп. Типа, это просто совпадение, что он спросил об этом... об этом меня, понимаете? Она... она снова устроит из себя дурочку. Однако, как вы понимаете... Ай! Жалкая срелища, мистер Феникс Райт. Вам не удалось подкрепить свою теорию. Ой, блин. Конец. Мне кажется, всё очевидно, мистер Феникс Райт. Мисс Майни говорит чистую правду. План в месте слишком запутан, и главное, у неё не было мотива. Кроме того, у мисс Морган Фейн нет причины помогать ей. У вас уже нет по-настоящему непровержимых доказательств, чтобы обвинять мисс Майни. Как же много ошибок, мистер Феникс Райт. Вам следует знать своё место. Что произошло? Я думал, победа у меня в кармане. Хе-хе. Видите, типа, я была права. Надеюсь, горечь поражения вам по вкусу. Ну хорошо. Но это приказный допрос мисс Инни Майни подходит к концу. Стоп! Мия? Ваша честь, прошу дать стороне защиты ещё одну минуту. Хорошо. Феникс, ты не можешь вот так знаться. Поверь себе. Мия. Да, этот план кажется ужасно запутанным. Но при этом мисс Майни хорошо подготовилась к убийству. Правда? Послушай, Феникс. У всего есть причина. Существует какая-то причина, по которой пришлось убить доктора Скельпа. А также причина, по которой пришлось убить его именно в таком наряде. Вы вышли, мистер Райт. Каков ваш последний ответ? Если вы хотите сказать, что... Что вы можете доказать мисс... Мотив мисс Майни, вы скажите, почему же она убила его именно таким способом? Сможете ли вы это объяснить? Могу ли... Могу ли доказать это? Могу ли? Но у меня же нет доказательств. Как я реально докажу это? Ну да. Попробуем. Не совсем уверен, но я знаю, что должен давить, несмотря ни на что. Так держать, Феникс. Только ты можешь это сделать. Я докажу, что у мисс Майни имелся мотив. Ха-ха-ха. Как жаль. Ваш поезд ушел. Прекрасный допрос уже закончился. А-а-а. Интересно. Так уж и быть. Я дам вам еще один шанс, мистер Феникс Райт. Чего? Эй, вы ведь должны быть на моей стороне. А-а-а. Для фон Карла важна лишь идеальная победа. Пока у вас хватает сил сражаться, я готова и дальше втаптывать вас в грязь, мистер Феникс Райт. И плевать я хотел на то, что вы мой свидетель. Не вмешайтесь, а иначе вам тоже достанется. Не может быть. Так тому и быть. Сюда библиот перерыв на пять минут. А после него мы продолжим переказывать допрос. Эй, погодите-ка. Все, продолжение следует. Пока-пока. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok